В разных культурах кредит доверия незнакомцу выдается в различной степени. Так, в одних культурах изначально доверяют любому, пока тот доверие не утратит. В других культурах не доверяют никому, кроме тех, кто доказал, что действительно того заслуживает. В-третьих, доверяют лишь своим и тем, кого рекомендовали свои. Но в любой культуре существуют различные уровни доверия в отношениях. Самый первый из них – доверие признания. Если каждый день, проходя по улице, вы встречаете одного и того же человека, то со временем вы начинаете подавать ему сигналы распознавания – улыбку, кивок, простое приветствие. И все это даже не зная его имени. Если же вы были друг другу представлены, ритуал приветствия может включать вербальное взаимодействие на уровне «Привет», «Добрый день», «Как дела», «Спасибо», «Хорошо». Но никакого обмена реальной информации, помимо того, что вы распознаете друг друга, не происходит. Следующий уровень – это уровень доверия информации. Здесь уже на вопрос «Как дела» можно ожидать развернутый ответ – о семье, о работе, о погоде, о новостях и тому подобное. Но при этом идет лишь обмен общей информацией. Собеседники не говорят о своих чувствах, надеждах, опасениях, страхах, мечтах, обидах и тому подобное. Лишь на третьем уровне, уровне доверия чувств, люди могут делиться тем, что у них на душе. Переход в общение с человеком от одного уровня на другой представляет некий психологический риск. А в тоталитарных системах не только психологический. И потому осуществляется постепенно, посредством небольших пробных шажочков. Но хотя сами по себе эти уровни в любой культуре одинаковые, дистанция между ними разнится от культуры к культуре. Так, в Советском Союзе дистанция между распознаванием и доверием информации была гигантской. Делиться информацией было опасно. Каждое слово могло быть впоследствии использовано против вас. Лишь дома, на кухне, можно было поделиться правдой с самыми близкими людьми. Информацию, по сути дела, можно было доверять лишь тем, кому можно было доверять и сокровенные чувства. Поэтому между уровнями доверия информации и доверия чувств промежутка практически не было. С другой стороны, в большинстве североатлантических культур дистанция между признанием и доверием информации относительно невелика. Информация всегда была общедоступна и находилась в свободном обращении. Но суммарная дистанция между первым и третьим уровнем доверия примерно одинаковая для большинства культур. Поэтому там, где уровень доверия информации достигается легко, достижение уровня доверия чувств требует более длительного развития отношений. Восточноевропейские студенты, приезжая в Америку с легкостью, достигая второго уровня доверия, поначалу были в восторге. Улыбчиво приветливые американцы казались им невероятно открытыми и дружелюбными. Но ожидание с такой же легкостью достичь полного доверия было неоправданным, и вскоре, разочаровавшись, гости оставляли попытки копнуть в достижении доверительных отношений чуть-чуть глубже. Америка начинала казаться им страной неискренних людей и лицемиров. Субтитры создавал DimaTorzok